Здравствуйте, это программа «Разговорка» на Вести ФМ Екатеринбург, у микрофона Елена Сальник. У нас в гостях эксперт в области недвижимости Павел Петрович Синюк. Здравствуйте, Павел Петрович. Здравствуйте. Ну, где-то, наверное, 2014 год это был подъем, люди пытались вкладывать в последнее хотя бы в недвижимость, потому что это, наверное, самое надежное, что можно было придумать для сохранения денег. Сейчас, ну, вот такое ощущение, что стагнация, люди привыкли к состоянию экономическому. Что с рынком недвижимости? Остановился? Было ли падение, остановилось ли? Ну, 15-й год было снижение однозначно, потому что люди как бы не были готовы покупать задорого, продавцы не были готовы продавать задешево, соответственно, то есть к концу года как бы было найдено равновесие, поэтому количество сделок увеличилось, про 15-й говорим, да, то есть где-то до мая месяца все хорошо, ну, так, относительно нормально все продавалось, покупалось, сейчас опять есть некоторые такая как бы… Куда? Вверх-вниз? Нет, оно вообще никак, так скажем, да, то есть коннектора стабилизация, это, ну, скорее всего, связано, видимо, с финансами, которых у граждан все меньше и меньше в последнее время, ну, и опять же ожидания, тут у нас же правительство обещает, все, эпитеку все ниже и ниже, вот в последние две недели банки как раз этим и занимаются, они ставки снижают. Но ставки снижаются незначительно, самый минимум 13. Ну, если новостройку, там некоторые за 7 бывает, да, ну, только это очень такие, да, своеобразные объекты, то есть, ну, за 11 с чем-то новостройки, причем, которые сдаются в этом году, можно купить, то есть, как бы это достаточно хорошего качества жилье, как бы подождать не проблема, вот, и 11% это даже до кризиса не было, да, то есть, это те ставки, которые, в принципе, меняемые, и цены как бы с тех пор-то сильно не выросли. Но если покупатель сейчас придерживает деньги или их нет, и люди, которые хотят все-таки поменять недвижимость или продают ее, они избавляют ли цену, либо они ждут? Те, кто продают, они избавляют в основном, то есть, это единственный способ, то есть, как бы, другого нет. Адекватна ли сейчас цена за квадратный метр в Екатеринбурге? Ну, вот так скажем, то есть, как бы, предложение достаточно большое, но, по-моему, насколько я помню, на понедельник было 12 120 объектов, это квартиры, комнаты, мы смотрели в нашей программе, в том году было, по-моему, до 14 доходило, то есть, это говорит о том, что все-таки, как бы, продажи прошли, но во все, в те времена, когда рынок был совершенно стабильный, то есть, все хорошо продавалось и все покупалось, эта цифра была в районе 10-11 тысяч. То есть, получается, что у нас сейчас есть, как бы, спрос, превышение предложения над спросом, причем, что новостройок-то тоже много, да, то есть, это я говорю только про жилую, вот эти 12 тысяч, то есть, новостройок, их там еще тоже сколько-то тысяч. Про вторичный рынок, да, вы говорите, ага. То есть, соответственно, предложение хорошее, новостройки, ипотека дешевая, как бы, есть, что купить, есть, что выбрать, соответственно, вторичка, как бы, на нее это все давит, и те, кто хочет продать, продают именно, люди торгуются смело, даже нагло, то есть, сразу говорят, хотим торговаться, даже несмотря, потому что, ну, как бы, знают, что продается только то, что, во-первых, хорошего качества, ну, относительно, да, нормального, либо оно должно быть совсем дешевое, да, то есть, если там состояние какое-то неудовлетворительное, то цена должна быть, ну, там… Совсем маленькая. Совсем другая по сравнению с тем, что предлагается. Ну, и как бы, если, условно говоря, стоит 20 квартир, смотрят первые 5-10, да, если цена примерно одинаковая, и вот с этими 5-10 разговаривают, остальные даже, вот, они просто стоят, и все. И как бы делают среднюю цену рынка, соответственно, как бы, вроде большую, да, то есть, ну, реально среднюю надо брать вот по первым 5-ти циферкам, это вот будет похоже на правду. Ну, вот квадратный метр сейчас примерно сколько стоит? Ой, ну, в центр, если по-среднему брать, там достаточно высокий, как бы там можно в среднем-то и 100 может набежать, да, но при этом там разбег от где-то от 70 до 150, да, вот этих цифр за метр квадратный. Ну, это вот адекватно, если это вторичное жилье для нынешней экономической ситуации? Ну, видите, центр, он такой, там есть места, где, ну, вот, рядом с зоопарком дома, да, то есть, там продаются обычно за сколько захочется. Ну, там, да, другое совершенно жилье. Нет, оно все равно попадает. Да, ну, а если хрущевки обычные? Хрущевками, да, они потихонечку дешевеют. Недавно тут вот объявили, что в Пышму трамвай пойдет, да, то есть, когда оно, если пойдет, то Пышма станет стоить, как у Ролмаш. То есть, все просто будет, то есть, как бы всякие факторы влияют на эти вещи. И когда-нибудь центр в Екатеринбурге будет стоить гораздо дешевле, если можно будет, да. Ну, вряд ли. Его, скорее всего, как-нибудь там перестроят когда-нибудь, да, то есть, он все равно будет дорогой, просто он будет не так выглядеть. Но все равно же цена за квадратный метр в Екатеринбурге завышена, если сравнивать с другими областными центрами. Дороже, чем везде. Да, в Краснодаре вот на востройке 40 тысяч за метр, да, продают. Такого же класса, как у нас. У нас это тысяч 70 будет стоить. При этом тоже вроде как бы его столицей называют юга нашей страны. А если говорить про коммерческую недвижимость, стоит, не издается? Нет, продается и издается, но опять только вот кто там торгуется, либо это вот первая линия, да, то есть, самая-самая-самая. Но опять же, про первую линию улица Малышева, запечатанные окна и все в объявлениях аренды. Согласен. Ну, все очень просто, зайдите в «Про Саши Гринвич», там очень много надписей, скоро здесь будет магазин, и этих надписей становится все больше и больше. Выход у рынка коммерческой недвижимости, а что? Ну, у собственников есть понимание экономики какой-то, да, то есть, они же как бы, ну, у нас, насколько я понимаю, все-таки в основном собственники, без ипотеки у них это обходится и без кредитов в большей части, да, но у них есть возможность все-таки, да, как-то поиграть. Наверное, все-таки они на якорных вот на этих держатся, арендаторах, которые им заплатили за 10 лет вперед, и там договор прописан, и ничего не меняется, то есть, это проблема арендаторов по большому счету сейчас. Новая форма недвижимости, которая особо прогрессирует сейчас, прогрессирует в Екатеринбурге, столица уже давно, мне кажется, все новостройки, заполнены апартаментами, вроде как нежилая недвижимость, какие есть риски, если говорить про апартаменты? С точки зрения проживания рисков там нет никаких, есть неопределенность, неопределенность на сегодня это в том, сколько это будет в обслуживании обходиться, да, то есть, потому что, ну, управляющая компания действует по принципу, что это нежилой дом, ну, просто в налогах, то есть, как бы могут цифры большие быть достаточно, да, по налогу, ну, по сравнению с жилой недвижимостью, да. Какая принципиальная разница, жилая, нежилая? Ну, 3 миллиона, да, однешка, так скажем, условно средняя, то есть, если она даже по кадастровой стоимости оценена в те же самые 3 миллиона, как сейчас, это получится 3 тысячи рублей, да, сколько я понимаю, в год, если квартира, если это не квартира, там, по-моему, до 2% возможен, 60 тысяч, вот вам разница. Как за хорошую машину заплатить КАСКО, как бы вторая хорошая машина у вас появится, за которую надо платить. Это, ну, да, ежегодный платеж. Да, но при этом всем эта цена может, как бы, нивелироваться тем, что квартира будет стоить 3 миллиона, а апартаменты 1,5 миллиона, да, то есть, вот, как бы эти, вот, вы 1,5 миллиона, как бы, в рассрочку государству отдадите, потом в виде налогов, то есть, вот так может быть, да. Стоимость получится одна и та же. Ну, потом когда-нибудь, да, то есть, такой, а сейчас сразу зато вот купил и живешь. Ну, а апартаменты, они, знаете, есть такой сегмент рынка, которые люди квартиры сдают под гостиницы, то есть, как бы, в связи с тем, что вроде Дума решила, что с этим надо бороться, то есть, у нас Дума сейчас совсем подряд борется, периодически, вот, и если это произойдет, ну, как бы, я думаю, те граждане уйдут в эти апартаменты и будут, ну, как бы. Это вы имеете в виду аренда посуточно? Да, да, да. Нежилой недвижимости аренда будет? То есть, они туда спокойно переехали, никто к ним никаких претензий не имеет, они занимаются всем тем же самым, у них все отлажено, ну, доходов у них станет меньше, но это уже другой вопрос, да. То есть, для чего могут быть они пригодятся, да, но, ну, все-таки, вот, пока наш город, в основном, это все-таки то, что они дешевле, да, то есть, есть в центральной части, там, преподносят, что красиво, удобно, уютно, ну, тоже, да, может быть, так оно и есть. Вот, ну, тоже, как бы, вот, с точки зрения аренды, ну, во всем мире, знаете, то есть, открываете АРНБ, там, везде эти апартаменты есть, оно везде работает, то есть, вот, видимо, оно так же будет. Гостиницы все равно нужны, не все готовы 10 тысяч за сутки платить. Тем более, если Катеринбург становится привлекательным со стороны… Это видно на улицах, это правда. С туристов, да, и которые приезжают не только в город посмотреть, но и по деловым контактам. Если говорить про апартаменты, риски, плюс вам же еще прописка. Ну, временно это, ее же никто не отменял. Там только, причем тоже, как бы, говорят, что если школы и все такое, то есть, как бы, они тоже, ну, как бы, в последнюю очередь пойдут, да, но школы у нас тоже сейчас всякие есть, есть платные, есть бесплатные, то есть, это уже кому как захочется. Ну, да, ну, то есть, апартаменты, грубо говоря, выгодны все-таки в качестве вложения денег не для жилья, а вот для оборудования. Для коммерческого использования. Для коммерческого использования. Ну, в перспективе, скорее всего, да. То есть, сейчас может быть… Ну, опять же, у нас же говорят, что Дума, может быть, рассмотрит и приравняет их жилью, да, как только это… Да, насколько это прогноз вообще действительно. Ну, это же 50 на 50, одобрят, не одобрят. Ну, учитывая, что в Москве их много, и обычно те, кто строит как-то там знакомые с теми, кто принимает законы, то, скорее всего, наверное, они как-то вот им жизнь облегчат. Ну, во-первых, это выгодно для экономики, да, то есть, все-таки строят заводы, работают там, налоги тоже застройщики платят, то есть, как бы, в принципе, государству тоже выгодно, да. Там одно неудобно, да, ну, как бы для проживающих можно, ну, вот если строят апартаменты, там не обязательно детские площадки, вот всякие гаражи, ну, парковочные места и вот все это, то есть, оно не надо, да, как бы, с точки зрения обязательных вещей. Но это уже опять как застройщик подойдет, да, то есть, некоторые строят все то же самое, как должно быть, и на это, как бы, и объясняют, вот у нас дешево, да, еще все есть. Да, ну, то есть, если все, вопрос в организации дальнейшей, да, то есть, если вот застройщик бросил это помещение, да, в дальнейшем, то там, как вот в любом доме, не пойми, что может быть. Если там идет все достаточно на высоком уровне, то, может, это даже и хорошо будет. А апартаменты сейчас конкуренты для другого любого предложения на рынке жилья? С точки ценовой, да, дешевле, чем апартаменты, ничего сейчас невозможно предложить, ну, вот в связи с тем, что их дешевле построить, то есть, их можно воткнуть где угодно, ну, вот с точки, то есть, это не жилье, поэтому требований меньше к площадке, поэтому, как бы, вот они дешевле обходятся к застройщику, то есть, даже если, поэтому их могут продавать и вот, как бы, ну, все зависит, то есть, когда вы их смотрите на них, понимаете, определитесь, что вы хотите, да, то есть, пожить два года и уехать оттуда, да, либо на перспективу, если, ну, любой дом, да, чем больше в нем квартир, тем в нем сложнее жить, тогда самый идеальный вариант – это коттедж, да, но это уже у кого как получается. Хорошо, Павел Петрович, если подытожить рынок жилья сейчас, он переживает падение, рост, стагнацию? Ну, он такой стагнации, что, ну, опять же, лето, да, то есть, могут, бывают периоды, вот когда, ну, рынок стабильный, то есть, всегда продается примерно одинаково, а когда немножко вот нестабильность, то бывают летом все-таки эти застои, и опять же, продавцы думают, что вот все осенью приедут там люди, которые все купят. Угу, откуда? Из сада? Ну, как, там, студенты там, ну, вот однюшки-то их же студенты часто покупают, которые поступили, вот опять же, ну, тут другая теперь альтернатива, да, вот апартаменты появились для студентов, вот, и общежитие им тоже государство начало строить, как бы, то есть, то же вариант, да. То же вариант, что не приедут они. Ну, и такой стабильный вопрос, будет ли цена падать? Вероятность снижения есть. В этом году? Да. О рынке недвижимости говорили сегодня в программе «Разговорка». У нас в гостях был Павел Петрович Синюк, аналитик, эксперт в области недвижимости.